Спасибо. Спасибо. И такие требования, они выступают серьезными внешними стимулами в работе самого педагога. Конечно же, они могут привести к каким-то стрессовым ситуациям, нежелательным ситуациям, но их нужно преодолевать и оставаться в состоянии совладания с самим собой. И это все предполагает, конечно, повышенный уровень непосредственно профессиональной культуры педагога. В то же время мы должны не забывать о своих потребностях, о изменениях в себе. И, конечно же, нужно думать о способности к творческому саморазвитию, своему самоутверждению как профессионала, мастера своего дела. Конечно же, успех педагогической деятельности, он зависит от сформированности у педагога его личностно-педагогической саморегуляции, которая будет представлять собой регуляцию собственных возможностей, своих собственных личностных возможностей в соответствии с требованиями профессиональной деятельности. Если мы говорим о личностной саморегуляции, то здесь, конечно же, проявляется активное, действенное отношение педагога к учащимся, к самому себе, к социальным установкам, к опыту, направленности, интересам и, конечно же, к родителям детей. Что же такое саморегуляция? Саморегуляция, когда, в общем случае, конечно же, это воздействие на систему для того, чтобы осуществить, применить, выдержать требуемые показатели в данной работе. Ну, конечно же, она реализуется посредством внутренних изменений, которые порождает сама система в соответствии с законами данной организации. В нашем случае это образовательные учреждения, дополнительно образовательные, дошкольно образовательные учреждения. То есть система предъявляет определенные требования, и мы должны их, что делать, как бы исполнять, но исполнять так и выдерживать эти показатели для того, чтобы наше, скажем так, психологическое здоровье, оно все-таки оставалось на достаточном уровне, то есть оставаться ресурсным. Саморегуляция – это умение управлять всеми процессами своего организма и самой личностью. Здесь мы затрагиваем и физиологическую составляющую, и психологическую, и социальную. То есть саморегуляция – это умение управлять своими эмоциями, мыслями, своим поведением, поступками, переживаниями. И психологическая основа саморегуляции, конечно же, она содержит в себе умение управлять вот этими познавательными процессами. А из психологии мы знаем психические процессы, психические свойства, психические состояния, в которых мы и пребываем. В данном случае основой психологической саморегуляции являются такие умения управлять такими познавательными процессами, как мышление, внимание, восприятие, воображение, память, речь. То есть это основные узнавательные процессы, которые важны для педагога. И, конечно, помимо этого они несут в себе управление личностью. То есть саморегуляция – это еще умение управлять самим собой. То есть своими эмоциями, своими действиями, своим поведением и, конечно, разнообразными реакциями, которые могут проявляться в сложных ситуациях. Для того, чтобы овладеть навыками осознанного саморегулирования, педагогу важно знать, как же работают эти механизмы саморегуляции. И вот в структуре саморегуляции выделяют следующие компоненты. Выделяют нормативный компонент, то есть это нравственные знания, моральные понятия, профессиональные требования к личности и деятельности педагога. Следующий компонент – это оценочный компонент. Это оценка и самооценка, осознанные критерии оценки личности, своей деятельности, общения педагога. Следующий – регулятивный компонент. Регулятивный компонент входят в наши чувства, наши убеждения, наше отношение к себе, к другим, к делу, к вещам, регулирующие наше поведение. Конечно же, это деятельность и общение педагога. Поведенческий компонент – здесь мы рассматриваем волевые процессы, волевые процессы воли, волевые усилия, волевые действия, которые мы прилагаем для того, чтобы достичь определенной поставленной цели. Здесь же самоконтроль, здесь самокоррекция поведения, самокоррекция личности, себя и, конечно, самокоррекция деятельности. Целостный анализ, саморегуляция педагога, он, конечно, необходим и осуществляется в единстве содержательных, динамических и результативных характеристик. Если мы говорим о содержательной характеристике саморегуляции, то что мы здесь включаем? Мы включаем целеполагание в реализации своих потребностей, мотивов, интересов, установок, отношений личности учителя. Здесь же мировоззрение, убеждения, идеалы, уровень притязаний, самооценка, система социальных убеждений. Динамическую характеристику саморегуляции включает анализ поведенческих признаков сила, интенсивность, скорость, пластичность, стабильность наших действий. Если мы говорим о результативных характеристиках саморегуляции, то здесь говорим о том, как мы умеем анализировать свою деятельность. То есть насколько наша деятельность, насколько она эффективна, насколько она выполнена на, скажем так, высоком уровне, как в ординарных ситуациях, условиях, так и в экстремальных ситуациях. Реальность нам всем показывает, что педагоги, которые владеют навыками осознанного саморегулирования, они, конечно же, имеют определенные преимущества. Какие же это преимущества? Ну, во-первых, такие педагоги, они менее конфликтны. Они живут в гармонии с самим собой, в гармонии с окружающим миром. У них лучше развита социально-психологическая адаптация в постоянно изменяющихся условиях внешней среды. То есть они стрессоустойчивы. Также у педагогов, они умеют, значит, те педагоги, которые владеют осознанным саморегулированием, они умеют снимать негативные психические состояния. Они при помощи этого улучшают свой жизненный тонус и, конечно же, сохраняют свое психическое здоровье. Имеют высокую продуктивность и успех, конечно, в профессиональной деятельности. То есть они ресурсны. Возможно, также профессиональная самореализация и личностная самореализация. Следовательно, развитие педагогам у себя навыков осознанного саморегулирования имеет практическую ценность. Почему? Потому что позволяет педагогу предотвратить личностные деформации, предотвращает появление профессиональной деформации и помогает достичь гармонии с самим собой и с окружающей действительностью. И успешность формирования и развития навыков управления собой, педагогической деятельности, оно, конечно же, зависит от ряда условий. И к числу таких основных условий можно отнести первое, сформированность системы длительных, устойчивых и позитивных мотивационных состояний. То есть это заинтересованность, увлеченность педагогическим трудом, ответственность. Конечно же, это положительные установки на свою педагогическую деятельность, профессионально-ценностные ориентации, что составляет базовый уровень саморегуляции учителя. Кроме того, в учебно-воспитательном процессе целесообразно, конечно же, планировать саморегуляцию, как способность вырабатывать и использовать состояния, которые вызывают познавательную активность школьников через собственную заинтересованность, через собственную увлеченность, через творческий подъем и оптимальное рабочее состояние. Следующее условие – это сформированность механизма саморегуляции, предоставляющего собой замкнутый контур. И в структуре данного механизма саморегуляции можно выделить четыре основных блока. Это цель и самопрограммирование педагогической деятельности, функциональный блок программирования, который включает субъективную модель именно значимых условий деятельности. И, конечно, собственно, программа исполнительных действий, блок оценки результатов системы саморегуляции, который включает именно разработку критериев успешности результатов и, собственно, оценку результатов деятельности по выбранным критериям. Блок корректирования педагогической деятельности, он предполагает коррекцию цели деятельности, модели значимых условий и, конечно же, программу исполнительских действий включает. Таким образом, необходимыми условиями, способствующими развитию педагогов у себя, вот именно навыков осознанного саморегулирования является, во-первых, это наличие внутренней мотивации, это владение механизмами саморегуляции и, конечно, сформированность базового, текущего и оперативного уровней саморегулирования. Для того, чтобы оптимизировать психическое состояние, в саморегуляции, конечно же, существуют разнообразные методы, которые мы можем, как педагоги, психологи, специалисты, помогающие в профессии, использовать для того, чтобы привести себя в норму, то есть психоэмоциональное состояние, чтобы наше было в норме. Можно использовать аутотренинг, можно использовать медитацию, физические упражнения, самомассаж, релаксация, дыхательные техники, упражнения дыхательных техник очень много, ароматерапию, музыкотерапию можно использовать, арт-терапию, цветотерапию и другие методы. Все эти методы можно изучить, но более сложные методы желательно, конечно, применять при помощи специалиста. Но есть определенные методы, которые мы можем использовать самостоятельно. Допустим, релаксация, самомассаж, физические упражнения, медитация, музыкотерапия, ароматерапия, цветотерапия, арт-терапия мы можем использовать самостоятельно. Если, допустим, есть желание использовать ароматерапию, то здесь желательно узнать свои предпочтения, если нет каких-то аллергических реакций, то ароматерапия, она очень благоприятно влияет на психофизическое состояние человека и психологическое. Если вкратце мы затронем некоторые методы, то что можно сказать о методе ауто-тренинг? Конечно же, данный метод очень полезен в тех видах деятельности, которые вызывают у человека именно повышенную эмоциональную напряженность. В данном случае это наша педагогическая деятельность, потому что в общении педагога с детьми, с их родителями нередко возникают ситуации, которые мы называем трудными, сложными, и, конечно, они требуют эмоционально-волевой саморегуляции. А использование приемов ауто-тренинга, оно позволяет человеку целенаправленно изменять свое настроение, свое самочувствие, что положительно будет сказываться на состоянии здоровья. Аутогенная тренировка, она повышает работоспособность, и тем самым она может увеличивать и как бы педагогическую отдачу, да, профессиональную отдачу. А если мы будем говорить о нервно-мышечной релаксации, это система специальных упражнений для расслабления различных мышц вдруг. Цель этой тренировки будет снятие именно мышечного тонуса, который напрямую будет связан с различными формами отрицательного эмоционального возбуждения. Это может быть страх, это может быть тревожность, это может быть смущение. А уменьшив или предотвратив тонус мышц, можно снять стрессовое состояние, висонницу, мигрени, а также можно нормализовать эмоциональный фон. И сегодня мы одно из упражнений, да, для того, чтобы привести себя, как бы, свой уровень психоэмоционального состояния в норму проведем. Визуализация всегда была одним из средств, при помощи которой многие философы стремились достигнуть спокойствия. Навыки визуализации, они делают значительно богаче внутренний мир человека. Они повышают креативность, они повышают способность к эмпатии и, конечно же, обостряют интуицию. Четкое представление желаемого результата, оно, конечно же, ведет к позитивному мышлению. Классическим способом сосредоточения, именно снятия эмоционального напряжения, умственной, физической усталости, это является медитация. В области именно оздоровления организма медитация, она уменьшает стресс, приносит внутренний покой и, конечно, приходит удовлетворенность жизнью. Медитативные упражнения, они снижают потребность во внешней медицинской помощи, снижают потребность в лекарствах и, соответственно, снижают потребность в обращении к врачам. В области личностного развития медитация, она укрепляет внутреннюю психологическую структуру личности. Она повышает самооценку, независимость от мнений других людей, формирует уверенное, спокойное и в то же время оптимистическое мера ощущения и мировосприятия. Если мы говорим о обучении и образовании, при помощи медитации успешно можно развивать наши психические познавательные процессы, такие как ощущения, внимание, память, мышление, воображение, представление, что, в свою очередь, помогает более быстрому и глубокому усвоению учебного материала. Повышается творческий потенциал, работоспособность в профессиональной сфере, улучшается внимание, память. Важным резервом для стабилизации именно эмоционального состояния любого человека является дыхание. Научившись правильно дышать и использовать свое дыхание в различных жизненных ситуациях, педагог, конечно же, приобретает еще один способ эмоциональной саморегуляции. Почему? Потому что дыхание подчиняется контролю сознания. И мы можем в определенных дозах управлять своим дыханием. И через него можем оказывать определенное воздействие на деятельность внутренних органов. Мы с вами знаем, что психология – это наука, которая изучает психические состояния, процессы, свойства и психику человека. А психика человека, она состоит из трех основных компонентов. Это сознание, подсознание и бессознательное. И вот наша, скажем, саморегуляция, техника саморегуляции, дыхательной гимнастики, они могут нам позволить контролировать наше сознание. Ароматерапия – это наука и искусство влияния ароматов на наше физическое состояние и на психологическое состояние человека. Применяют ее как способ предотвращения переутомления, раздражительности и депрессии. Существуют различные рекомендации по применению ароматов в зависимости от темперамента человека, от пола, от времени суток, от года, то есть от времен года. Известно, что, допустим, утром поможет повысить работоспособность аромат цитрусовых. Снизить уровень стресса поможет жасмин, эвкалипт, лимон, улучшает межличностные контакты масла лаванды и аниса. Ароматы розмарина и жасмина, они улучшают память и концентрируют внимание. Также еще один метод, который можно использовать для саморегуляции – это самомассаж. Мы все знаем, что и в полости рта, и на ушных раковинах, на ладонях рук, на подошвах ног имеются особые точки, воздействие на которые в процессе массажа можно регулировать функции всех внутренних органов. Как свидетельствует восточная медицина, массаж больших пальцев на руках, она повышает работоспособность мозга. И если мы регулярно выполняем самомассаж, он позволит нам закалить наш организм, повысить нашу сопротивляемость респираторным заболеваниям, которые считаются профессиональными заболеваниями у педагога. Это и ухо, и горло, и нос. И можно использовать, определить основные точки наши. Они все есть. Есть рекомендация, есть специальные учебные методические пособия. Вы можете их и самостоятельно изучить, и использовать эти точки. Даже вот, допустим, провели урок, занятие, чувствуете усталость, присели на стол, сделали глубокий вдох брюшной полностью, не грудной, и воздействуем на точки. И через некоторое время вы ощутите, что ваше состояние улучшается. Для саморегуляции психических состояний используют нейролингвистическое программирование НОП, которое включает в себя цикл определенных упражнений, которые ориентированы именно на восстановление ресурсов личности. Зная себя, зная свои потребности, зная способы удовлетворения, Человек, конечно, более эффективно, рационально может распределить свои силы в течение каждого дня и даже целого учебного года. То есть быть в ресурсе. Позитивное мышление. Позитивное мышление определяется с верой человека в свои силы, высокой самооценкой и оптимистическим взглядом на жизнь, которое вырабатывается в процессе воспитания, но еще в большей мере, конечно, это формируется в процессе самовоспитания. Позитивное мышление, оно подразумевает безусловную любовь к самому, принятие самого себя таким, какой вы есть. Педагог знает, что терпение, спокойствие, уверенность в себе являются важными условиями эффективности педагогического воздействия. И упражняясь в преднамеренной терпеливости, неторопливости, педагог может выработать более умеренный темп действий, большую сдержанность в некоторых сложных, трудных ситуациях, которые раньше могли вывести его из равновесия. Таким образом, защита своего психического и физического здоровья зависит от самого человека, от его желания и умения пользоваться теми или иными приемами психической саморегуляции. Выбор методов и средств саморегуляции, конечно же, зависит от индивидуально-психологических особенностей человека. Невозможно предположить или предложить определенный метод для всех людей. Он не может быть одинаковым. Соответственно, успешная профессиональная деятельность педагога опосредуется индивидуально-типологическими особенностями саморегуляции психических состояний. Знакомство и владение педагогами приемами саморегуляции, мотивационной основой процесса, механизмами ее реализации на личностном, поведенческом и деятельностном уровне, они имеют не только информационную, но, конечно же, и практическую ценность. Почему? Потому что это будет способствовать профилактике личностных и профессиональных деформаций в процессе профессиональной деятельности. Вот кратко я вам постаралась осветить теоретические основы данной темы. И сейчас займемся непосредственно техникой. Мы проведем с вами некоторые техники для того, чтобы определить, как же можно себя за короткий период времени привести в норму. Ну, несколько упражнений я приготовила. Для начала, конечно, можно было бы определить уровень стресса. То есть есть короткий мини-тест на стрессоустойчивость. Если желаете, можно провести для того, чтобы определить, на каком этапе вы сейчас находитесь. Есть ли у кого-либо стресс, на каком уровне. Есть желание данный тест пройти? Так, огонек означает это, что да. Сейчас вам нужно будет лист бумаги разделить на четыре колонки. На четыре колонки. В первом столбике запишите, пожалуйста, физические симптомы. Физические симптомы заголовок. Вторая колонка – эмоциональные симптомы. Эмоциональные симптомы. Третья колонка – поведенческие симптомы. Поведенческие симптомы. И четвертая – интеллектуальные симптомы. Интеллектуальные. Значит, первая колонка – физические симптомы. Здесь у нас будет 10 основных симптомов. Если они у вас присутствуют, вы ставите знак «плюс». Если нет, то минус. Работаем в первой колонке – физические симптомы. Первое. Боли в разных частях тела. Спина, желудок. Боль неопределенного характера. Особенно головные боли. Если такое есть, ставим «плюс». Не в данный момент, а вообще. Второе. Повышение или понижение артериального давления. Третье. Нарушение процесса пищеварения. Четвертое. Напряжение в мышцах. Пятое. Дрожь или судороги в конечностях. Шестое. Появление высыпаний аллергического характера. Седьмое. Увеличение или потеря веса. Восьмое. Повышенная потливость. Девятое. Нарушение сна, аппетита. И десятое. Нарушение сексуальной активности. Первая колонка. Физические симптомы. Посчитайте, пожалуйста, сколько плюсиков вы набрали. Знак «плюс». Посчитали. И это число нужно умножить на 2. То есть за каждый плюс мы присваиваем 2 балла. Количество, которое вы набрали положительных ответов в первой колонке, умножить на 2 и запишите результат. Вторая колонка. Эмоциональные симптомы. Здесь у нас 7 симптомов. Эмоциональные. Первый. Раздражительность с приступами гнева. Второе. Равнодушие. Третье. Ощущение постоянной тоски, депрессии. Четвертое. Повышенная тревожность. Пятое. Чувство одиночества. Шестое. Чувство вины. Седьмое. Недовольство с собой. Вторая колонка. Эмоциональные симптомы. Количество положительных ответов, плюсиков, нужно умножить на 1,5. То есть к каждому ответу «да» положительному присваивается 1,5 баллов. Количество положительных ответов умножаем на 1,5. И результат записываем в конце второго столбика. Переходим к третьему столбику. Поведенческие симптомы. Их семь. Первое. Увеличение числа ошибок при выполнении привычной работы. Четвертое. Пятое. Увеличение конфликтных ситуаций на работе или в семье. Шестой. Трудоголизм. Седьмое. Суетливость. Ощущение хронической нехватки времени. Третья колонка. Также подсчитываем положительные ответы. Наши плюсики. И оставляем это количество. Записываем. То есть умножаем на 1. К каждому положительному ответу «да» мы присваиваем 1 балл. И четвертая колонка. Интеллектуальные симптомы. Здесь их 5. Первое. Проблемы необходимости сосредоточенности. То есть есть проблемы сосредоточенности. Второе. Ухудшение памяти. Третье. Постоянное возвращение к одной и той же проблеме и бесполезным мыслям. Четвертое. Трудности в принятии решений. И пятое. Преобладание негативных мыслей. Также считаем положительные ответы «да» наши плюсики. К каждому ответу присваиваем 1 балл. То есть количество запишите, пожалуйста. Таким образом у нас получилось с вами в четырех колонках четыре цифры. Теперь нам нужно будет все эти цифры сложить. Найти сумму. И по количеству баллов я сейчас зачитаю ответы. То есть вы определите, на каком уровне стресса может быть ваше состояние. Сумму всех четырех цифр нужно будет найти. Количество ответов. Значит количество баллов за ответы. Кто набрал от нуля до пяти? Есть такие? Я думаю есть. От нуля до пяти. Виктория Ковалева. Так, в третьей колонке на один и в четвертой тоже на один. Там оставляем результат. В первой колонке на два умножали. Вторая колонка 1,5. Посчитайте, пожалуйста. Так, у нас только у Виктории Ковалевой, да? От нуля до пяти. Отсутствие стресса. Отсутствие стресса. Кто набрал от шести до двенадцати? От шести до двенадцати. От тринадцати до двадцати четырех набрали. От тринадцати до двадцати четырех. Достаточно высокое напряжение. И от двадцати пяти до сорока. От двадцати пяти до сорока набрали. Соответствует фазе истощения организма. Требуется помощь специалиста. Помощь специалиста, значит, или медицинский работник, да? Потому что первый уровень – это физиология. Медицинские показатели. Второй уровень – там психологический уровень. И третий уровень – социальный, да? Так, последняя стадия. Вот, значит, сейчас мы с вами тест на стрессоустойчивость. Для чего провели? Для того, чтобы определить наше состояние. В каком же состоянии у нас находится наше тело. Сейчас мы перейдем ко второму упражнению. Эти данные могут быть как бы использованы для сравнения двух, скажем так, наших техник. Я вам автора не могу назвать. Тест на стрессоустойчивость. Просто это еще я сама в институте училась. У меня как бы эти материалы еще сохранились. И они как бы эффективны, они работают. Я использую. Автора я вам не смогу назвать. Следующая техника называется экспресс-диагностика своего психоэмоционального состояния. Своего психоэмоционального состояния. Сейчас мы с вами проведем диагностику своего психоэмоционального состояния. Вот в данный момент мы постараемся наладить контакт со своим телом. Постараемся заметить какие-то неявные признаки внутреннего разлада. А может быть мы даже услышим сигналы о потере гармоничного здорового самоощущения. Сейчас вам нужно будет принять такую позу, удобную позу для себя. Кто-то может и встать, кто-то может и прилечь. Задача слушать свое тело. Готовы? Можете ли вы спокойно, плавно вздохнуть во всю грудь и выдохнуть? Расслаблены ли ваши челюсти? Можете ли вы чуть разомкнуть зубы, не открывая рта? Расправлены ли ваши плечи? Можете ли вы распрямить спину, не испытывая при этом боли или неприятных эмоций? Попробуйте положить руки перед собой на стол или на колени и посмотреть на них в течение минуты. Какие чувства у вас это вызывает? Переверните руки ладонями вверх еще на минуту. Просканируйте внутренним взором свою позу. Есть ли места в теле, которые сейчас находятся в напряжении, в неестественном положении? Попробуйте расслабить это место, изменить позу. Удастся ли достичь полного комфорта? Если нет, то в каких местах остается скованность, боль или повышенная чувствительность? Поставьте ступни ног на пол всей подошвы. Можете ли вы расслабить ступни и почувствовать пол, землю, каждой точкой соприкосновения? Какие чувства это вызывает? Попробуйте закрыть глаза на минуту и прислушаться к своим чувствам. Мысленно скажите себе «Я в безопасности», «Мне хорошо», «Мне спокойно», «Я всем доволен». Соответствуют ли эти слова вашему реальному состоянию? Не вызывают ли они сопротивления? Наконец, попробуйте улыбнуться. Если все перечисленные задания вы выполнили спокойно, плавно, с положительными эмоциями, то наверняка ваше настроение сейчас стало еще лучше, и вы почувствовали прилив сил. Если что-то вызвало беспокойство, раздражение, тревогу или печаль – это важный сигнал, чтобы обратить внимание на свою жизненную ситуацию и проанализировать, что именно нарушает ваше психоэмоциональное равновесие. Иногда предложенные действия при попытке их выполнить могут вызвать сильное сопротивление, может возникнуть мощная эмоциональная реакция, могут появиться слезы, может быть смех, чувство стыда, отвращение или невозможность сосредоточения. Такая реакция с большей вероятностью говорит о наличии психологической травмы, сильное расщепление между психикой и телом. В таких случаях, конечно, необходима помощь специалистов. Вот мы с вами выполнили технику экспресс-диагностика своего психоэмоционального состояния. А сейчас посмотрите результаты первого теста, теста на стрессоустойчивость. Обратите внимание, те, у кого была фаза истощения организма или достаточно высокое напряжение, где, в какой части тела у вас вы чувствовали напряжение мышц. То есть вот сейчас мы с вами выполнили руки, плечи. То есть эти две техники, они между собой взаимосвязаны. Ноги, то есть болевые точки. Вы можете выявить, для чего? Чтобы для туловища, для того, чтобы знать, где, какие упражнения, какие методы саморегуляции вы можете использовать для того, чтобы справиться, снять это напряжение. И третье, я хотела бы сейчас с вами провести упражнение, арктерапевтическое упражнение, которое называется «Сосуд жизни». Мы с вами провели диагностику своего психоэмоционального состояния. Вы определили, где у вас там могут быть определенные болевые точки. И думаю, вы выберете нужный метод, верный метод для того, чтобы устранить это неприятное ощущение, состояние. Арктерапевтическое упражнение мы выполним для того, чтобы выйти в ресурс. И сейчас мы еще даже можем определить, где вы можете взять этот ресурс, откуда он может к вам прийти. Готовы? Вам сейчас нужно будет взять лист бумаги. Если есть карандаши цветные, можете рисовать цветными карандашами. Если нет, то можно рисовать ручкой, карандашом, все, что у вас под рукой. Сосуд жизни. Вам сейчас нужно будет нарисовать любой сосуд. Рисуем любой сосуд. В течение минуты, двух минут попытаемся нарисовать. Потом ответим на вопросы. И интерпретацию я вам зачитаю. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Нарисовали, да, сосуд? Огонек загорелся. Хорошо, спасибо. Нарисовать любой сосуд. Переходим к интерпретации. Где он находится? Где этот сосуд находится? Запишите. Можете у себя записать. Да, записываем у себя, а потом далее я буду зачитывать. И вы будете определять. Как бы некоторую картинку о себе составите. По рисунку. Из чего изготовлен? Из чего изготовлен? Записывайте ответы. Третий вопрос. Есть ли что-то внутри сосуда? Или он пуст? Есть ли что-то внутри сосуда? Или он пуст? Четвертый вопрос. Для чего он используется? Так, Юля, профорская, да? Глиняная ваза у края стола, да? У края стола. Интересно. Следующий вопрос. Пятый. Чего он хочет? О чем мечтает? Сосуд у вас. Чего он хочет? О чем мечтает? Банка с молоком, да? Следующий вопрос. Значит, первый был. Где он находится? Второй. Из чего изготовлен? Третий. Есть ли что-то внутри сосуда? Или он пуст? Четвертый. Для чего он используется? Чего он хочет? О чем мечтает? Так, а теперь перейдем к интерпретации. Форма сосуда. Я зачитываю, а вы обращаете внимание на то, какой сосуд вы нарисовали. Форма сосуда. Так, у нас здесь в чате есть мужчина, да? Александр. Есть, да? Так, значит, рассматриваем форму сосуда. Мы будем с вами рассматривать сосуд как женский силуэт, да? Или как мужской силуэт. У нашего сосуда есть плечи, талия, бедра. Чем красивее и правильнее этот силуэт, тем выше ваша женская самооценка и сексуальность. Изящный, с тонкой талией сосуд указывает на высокую самооценку и желание женщины нравиться. Широкий, бесформенный сосуд говорит о низкой самооценке и непринятии своей женственности. Так, ну а у мужчин будет в форме треугольной мускулинность, как бы плечи. Там получается сосуд большой, это как глиняное в этом. Кверху, к низу как бы становится уже, да? Такой может быть сосуд. То есть мужская мускулинность у нас выражается. Выраженный низ бедра символизирует материнское начало и заботливость. Узкий, без выраженных бедер, низ поведает о возможности конкуренции женщины с мужчинами и проблемах с сексуальностью может быть. Обратите внимание, если есть такие сосуды. Сосуд необычной, оригинальной формы. Обычно рисуют женщины, считающие себя особыми, избранными, не такими, как все. Если есть возможность, нужно рисунки прикрепить. Так, это была форма сосуда. А теперь рассмотрим материал, из которого изготовлен наш сосуд. Здесь вот в чате есть глиня, стеклянный. Я зачитаю, вы обратите внимание. Материал, из которого изготовлен сосуд. Глина. Материал, говорящий о женской силе и умении хранить тепло. Стекло указывает на искренность, откровенность и незащищенность. А вот у нас у мужчины, у Дмитрия сосуд из какого материала изготовлен? Дмитрий Базилевич. Глина, да? То есть здесь все-таки мужчина помогает, а может быть и хранит семейное тепло, если есть семья. Драгоценные камни. У кого драгоценные сосуды из драгоценных камней, из хрусталя или золота? Есть такие? Кто нарисовал? Если это женщина, да, признаки женщины, любящей привлекать к себе внимание и ценящей себя очень высоко. Если это мужчина, то также любит привлекать внимание к себе и себя ценит очень высоко. Так что сосуд может быть из пластика или прочие незамысловатые материалы. Говорят о том, что рисовавший считает себя обыкновенной, заурядной. Следующее, что мы ответили на вопрос, значит, место и предназначение. То есть там, где он у нас для чего используется, где может быть стоит. Здесь я видела в чате, на столе там были ответы. Место и предназначение. Как вы ответили на вопросы, где находится сосуд, для чего он предназначен, о чём мечтает? В зависимости от этого станет ясно, как себя ощущаете вы сами и о каком женском или мужском предназначении мечтаете. Здесь, конечно, трактовка может быть сугубо индивидуальной, но некоторые я сейчас вам зачитаю. Например, сосуд стоит в магазине и ждёт, когда его купят. Может, и вы ощущаете себя невестой на брачном рынке, которая ждёт богатого купца. То есть если сосуд стоит где-то там в магазине и ждёт, то есть вы в данный момент в таком ощущении, ожидании чего-либо. Там по ситуации уже просматриваем, да? Наполненным молоком, да? Или, допустим, наш сосуд пылится в старом шкафу, им давно не пользовались. Возможно, и вы давно позабыли, что такое мужское или женское внимание. Наш сосуд занимает почётное место в музее, в парке, во дворце, в квартире, в доме. Это означает, что вы в центре внимания, и вам это явно по душе. Наш сосуд стоит на полке в гостиной. Из него каждый день там могут, если это чашка, да, пьют чай, или если в ваза там, цветы, да, могут поставить в эту вазу. То есть каждый день используют этот сосуд. Вы просто делаете своё дело, при этом ощущаете себя нужной, востребованной. Если сосуд треснул или сломался, возможно, сейчас у вас кризис, или навалились какие-то проблемы. Ожидание и мечты сосуда – это ваше потаённое желание. Чего он у вас хочет? Чтобы с него стёрли пыль веков, поставили на видное место и полюбовались, наполнили тёплым молоком? Что же, делайте выводы. Главное, чтобы сосуд делал важное дело и был доволен. Если он просто стоит и не знает, для чего он нужен, вы не чувствуете своё предназначение. Суть на данный момент – вы можете находиться на распутье. И теперь чем же наполнен наш сосуд? Молоко. Здесь вот несколько раз молоко и мечтает, чтобы был наполнен молоком. У кого-то там трёхлитровая банка, наполненная молоком. Молоко указывает на женственность, на материнское начало, на самоотдачу. Вода говорит об эмоциональности рисовавшей, её умение подстраиваться под обстоятельства и мечтательность. Вино. Есть у кого вином наполнен сосуд? Вино – признак сексуальности и женского умения пьянить собой мужчин. Ну, если у мужчины вином, то умение пьянить собой женщин. Чай. У кого чаем наполнен? Символ гармонии. И цветок в сосуде. Некоторые писали, да, цветы. Цветок в сосуде расскажет о стремлении к прекрасному. Так, и здесь у нас, значит, было Нина, да, пишет. Сосуд, значит, наш на столе, предназначен для хранения воды, мечтает о красивых цветах. То есть о прекрасном мечтаете. Так, кто у нас здесь? Дмитрий, да, вот у Дмитрия здесь очень много информации для диагностики. Дмитрий Базилевич сегодня нам обо всем рассказал. Значит, просто сосуд на листе, пус, но мечтает быть наполненным молоком. То есть на данный момент у Дмитрия есть некоторая, значит, скажем так, энергия, которая еще не реализована. И еще здесь ответ был, значит, у Дмитрия. Сосуд будет счастлив, если будет использован по назначению. Вы, Дмитрий, я думаю, сами осознаете, да, свое состояние. То есть здесь, может быть, раскальзывает некоторая невостребованность. Может быть, невостребованность в личном плане или невостребованность полная в профессиональном. Так, у Елены сосуд на столе, на поляне, в окружении цветов, да. Так, Елена, мечтаю, чтобы всегда был полон и радовал окружающих. Так, здесь идет сама отдача, да. Если рисунок на кувшине, ну, смотря какой рисунок, там тоже как бы наполнение – это всегда ресурс. То есть вот чем, если вы желаете, чтобы он был наполнен чем-то, то есть у нас же есть вопрос, чего он хочет, о чем мечтает, да. То есть это вот наполнен ягодами, то есть ресурс, цветы на кувшине. Ну, цветы – это к прекрасному, то есть стремление к прекрасному, Юлия. Может быть, рядом с собой какие-то условия создать, да, или эмоциональное состояние улучшить цветы. Так, Елена хотела поделиться изображением, не получается. Ну, загрузите, там у нас, по-моему, где-то есть возможность загрузить. Так, Анастасия, у вас крышка у сосуда, она закрыта? Ну, ручка, она может быть… А, ручка просто справа. Ну, это сосуд такой для того, чтобы, может быть… В данном случае, если вы нарисовали интуитивно ручку, может быть, вы сопровождаете, поддерживаете, там, кого окружающих, может быть, близких. Ну, а если крышка у сосуда есть, и она, допустим, закрыта, а может быть, вы сейчас находитесь в каком-то состоянии, как бы закрываетесь от некоторых ситуаций, от некоторых, скажем, там, то, что вокруг вас, может быть, что-то происходит, и вы не хотели бы участвовать в этом. Там рисунок нужно смотреть. Ручки – это вообще, да, как бы поддержка, вы можете оказать поддержку тому, кто, скажем, попросит у вас помощи. Или если вы чувствуете, что человек нуждается в помощи, можете оказать ему поддержку. Ага, Дмитрий, скорее, не вполне реализованный потенциал, чем невозможно. Вот, да, стены. А, стены у сосуда толстые. Угу. Ну, здесь нужно, Дмитрий, увидеть рисунок, потому что у нас, как бы, в арт-терапии мы не можем анализировать без рисунка. Реализованно. Ну, вот то, что, видите, очень хорошо вам техники эти помогли, вы выяснили для себя, может быть, и знали, что нереализован, да, потенциал, значит, будете двигаться в направлении, там, в личном плане нереализован или в профессиональном плане. Сколько вам лет, если не секрет, Дмитрий? Тридцать девять. Ну, там, в личности уже. Здесь у нас по возрастной психологии, как бы, подходим к кризису, да, может быть, то, что вот нереализованность, может быть, да. Ну, вы можете сейчас, как бы, что сделать? Сопоставить все эти техники и для себя прописать, значит, где вы чувствуете, что есть нереализованность вашего потенциала, и можно будет, что сделать? Раскрыть себя в каких-то сферах. Ну, если был бы рисунок, можно было более точнее, как бы, определить, а так гаданием заниматься не будем. Спасибо за откровенность, за ответы. Очень приятно, что, как бы, мужчина смог в чате поделиться. На этом мы с вами завершим. Ну, психическое, психологическое здоровье можно прочитать, значит, учебные пособия есть, клиническая психология, да, там есть параметры определенные. Здесь сейчас я вам в двух словах не скажу. То есть есть определение психологическое. Здесь нужно будет, конечно, разграничить. Дмитрий, разграничить психологическое здоровье. Есть понятие психологическое здоровье, и есть понятие психическое здоровье. Если вас интересует психическое здоровье, то нужно будет клиническую психологию почитать. Но для здорового человека все-таки психологическое здоровье. Но на сегодняшний день могут быть определенные расстройства на границе с психиатрией, но клинические психологи могут помочь, и человек возвращается в норму здоровым. Но если он затягивает с обращением к специалистам, то может быть расстройство, и там уже нужна будет помощь психиатра, психотерапевта, и медикаментозное еще лечение может быть. Спасибо за вашу работу, за обратную связь. Я очень рада, что, Елена, результат первой самодиагностики печали. Но печалиться не нужно. Почему? Потому что вы определили для себя, какая сфера, какие симптомы для вас вот сейчас они показали себя, да, и вам нужно обратить внимание. А сосуд жизни, да, это он будет вдохновлять. Почему? Потому что упражнение ресурсное. Я же не могу занятие завершить как бы без ресурса. Ну, здесь, Дмитрий, если вы хотите более отчетливо представить ориентир, здесь, конечно, нужно обратиться, если по личностным каким-то своим вопросам, там к специалисту нужно обратиться. Нет, по возрастной психологии вы можете почитать. Там кризис 40 лет у мужчин, а у женщин он ближе к 45. Не одинаково. Там есть определенные кризисы. Возрастной психологии, психологию развития можно взять, почитать. Спасибо за обратную связь. Очень рада, если была полезна. И те, скажем, результаты, которые вы получили, нужно будет просто к ним прислушаться, определить, где какая нужна вам там самопомощь, если это возможно, какие методы психологической саморегуляции вы можете использовать для того, чтобы привести себя в норму. Я стараюсь, я желаю вам здоровья, психологического здоровья, больше находитесь как бы в позитивном состоянии. И еще могу пожелать, что, допустим, в конце трудового дня, рабочего дня, да, можно использовать именно упражнения арт-терапевтические. И у вас всегда будет ресурс для дальнейших действий, для дальнейшей работы и в профессиональном плане, и в личном плане. Спасибо за занятие.